Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Закладчик по объявлению. Полицейские задержали 19-летнего молодого человека с наркотиками. 48 лет на страже чистоты и порядка. В Махачкале наградили самую взрослую работницу коммунальных служб. 515 миллионов рублей на удобство. В аэропорту Махачкалы появится новая дорога к Лип-Заму. Борьба за почетные трофеи. В Махачкале подвели итоги турнира по настольному теннису среди студентов духовно-образовательных организаций. Работники махачкалинской полиции задержали 19-летнего молодого человека с наркотиками, у которого обнаружили около 100 разовых доз мефедрона. Он рассказал полицейским, что на сайте объявления вышел на человека, по инструкциям которого нашел партию наркотиков и делал закладки по разным адресам на территории всей столицы. День и через день он скинул мне работу, координаты, где якобы должны были лежать эти пакетики. Я должен был пойти на эти координаты, забрать их, а потом разложить их по другим местам. Какую вам сумму предлагал работодатель? За каждый пакетик по 500 рублей в начале. Он сказал, что со временем будет и повышение. А сколько пакетиков выросла с вами? Десять пакетиков. И скольки? Из 37. В Махачкале на улице Бейбулатова приступили к ремонту ливневой канализации. Этот участок считается проблемным. Многие годы сюда стекается канализация со всего города, а затем по ливневому коллектору попадает на часть проспекта Петра I и далее. Демонтаж асфальтобетонного покрытия над одной из шахт подтвердил, что капитальный ремонт здесь не проводился. Работы будут идти поэтапно, чтобы не создавать сложности для передвижения автотранспорта. Сначала по улице Бейбулатова, затем по Азизова и части проспекта Петра I. На точке вывода рядом с железнодорожными путями вдоль улицы Примакова установят решетки для перехвата крупного мусора и заменят трубы. Получается, перед каждым дождем мы должны чистить и после каждого дождя мы должны были чистить. В рамках вот такого, чтобы не было, надо ее чем-то здесь вот таким местом накрывать или сеткой, или там арматурой собрать сетку. По безопасности. Да, во-первых, по безопасности. Во-вторых, для того, чтобы мусор не попадал. При хорошем ливне оттуда может туда что-то смыть. Окончательно решить вопрос с подтоплением на данной локации планируется весной этого года. Отметим, что всю улицу Бейбулатова администрация города обещала включить в планное благоустройство в 2023 году. Дагестанские национальные издания войдут в единый холдинг. Об этом заявил руководитель Республиканского агентства информации и печати Дагестана. Дуразак Джамалдинов на встрече с журналистами. Чиновник подчеркнул, что решение было принято с учетом мнений главных редакторов газет. В свою очередь, объединение бюджетных учреждений в одно целое позволит создать единый штат юристов, кадровиков и бухгалтеров. Позволит сегодня, в будущем уже, после того, как все это объединение произойдет, закрывать все задачи, которые ставятся перед юридическим лицом. Что касается средств массовой информации, абсолютно никакой разницы ни как для главного редактора, ни как для сотрудников, творческого персонала основного. Для них никакой разницы не будет. Единственное, что мы хотим за счет оптимизации процессов, за счет оптимизации небольшой штатной численности, мы хотим увеличить гонорарный фонд. Что приведет к увеличению зарплаты где-то в пределах 30, в хорошем случае 40%. Также руководитель Дагинформа сообщил, что республике нужно более 600 газетно-журнальных киосков. На данный момент их только 57. По его словам, по этому показателю республика занимает одно из последних мест среди регионов России. В Махачкаре наградили самую взрослую работницу коммунальных служб. Мэр города Салмандадаев лично вручил почетной работнице грамоту и денежную премию. Хадижат Хабибовне 82 года. 48 из них одна убирает улицы из советского района Махачкалы. В ходе беседы женщина уверила градоначальника, что до сих пор полна силы, энергии и готова дальше приносить пользу родному городу. 8 миллиардов рублей поступят в казну республики на улучшение федеральных дорог. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Магомед Тагиров в ходе совещания в Центре управления регионом. Напомним, что в этом году на эти цели в бюджет республики поступило 3 миллиарда рублей. В поселке Семендер на улице Пирамидальная завершаются работы по подготовке основания для укладки асфальта. Здесь также обустроены тротуары, предусмотрены участки для высадки деревьев и зеленых насаждений. Ремонт проезжей части и улицы идет в рамках реализации региональной программы «Мой Дагестан – мои дороги». Протяженность улицы составляет 1400 метров. Улица Пирамидальная пересекается с улицей Татурбиева, которая ведет к поселковой мечети, а также к скверу, построенному в 2019 году. Отметим, всего в поселке Семендер в этом году благоустроено 5 улиц. Жилищные условия более 30 тысяч дагестанцев улучшатся. 98 многоэтажек отремонтируют в республике в 2023 году. В правительстве утвержден новый трехлетний краткосрочный план программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Помимо 10 городских округов в список включены и объекты в Казбековском районе. Большее число ремонтируемых домов в Махачкале – 33 объекта. В 2024 году запланировано отремонтировать 84 дома, а в 2025 году – 75, сообщает пресс-служба фонда капремонта. В аэропорту Махачкалы появится новая дорога к ВИП-залу. Работы проведут в рамках второго этапа реконструкции воздушной гавани. Дагестан на эти цели выделит 515 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Напомним, что изначальная стоимость строительства объектов инфраструктуры составляла 380 миллионов рублей. Но инициатор инвестпроекта обратился в правительство республики с просьбой внести дополнительные расходы на независимые воздушные линии. Теперь, помимо новой объездной дороги к залу официальных лиц и делегации, появится также дорога к суточной стоянке. На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, в том числе связанных с земельным участком, на которых предполагается размещение будущей объекта инфраструктуры. Коллеги предлагают перейти к обсуждению этих вопросов. По всем этим объектам было обговорено, что все эти объекты находятся либо на муниципальных землях, либо на республиканских землях. То есть там ни земель, аэропорта Мхачкала нету, ни объектов по сути. Которые объекты стоят канализационные, но там все эти наши, земля и все остальное тоже нам не принадлежат. Поэтому в этом плане мы сразу обозначили, что для того, чтобы начать работу, надо просто границы тех объектов обозначить, земельных участков, неживание произвести, план планировки территории сделать и все остальное. При этом мы всем участникам, которые сказали, что мы готовы за свой счет даже неживание произвести и план планировки территории провести, обозначить, соответственно оплатить. Просто вот, чтобы кто-то из... Так вопрос номер один, земля. Да, у полномоченных определил, что да. Сколько гектаров земли? Там под каждый объект, там гектар даже не наберется, но все вместе. И о спорте. В Махачкале подвели итоги турнира по настольному теннису среди студентов духовно-образовательных организаций. Лучших определяли в одиночном разряде. За почетные трофеи боролись около ста участников. Слово Курману Рагимову. Финальная игра. Этот мастер малой ракетки показал всю красоту настольного тенниса. Финальный матч для Мухаммада Расула Алиева выдался напряженным. Но опыта у студента второго курса ДИО оказалось больше. В решающей встрече он навязал сопернику свою тактику. Я занимался, сейчас тоже занимаюсь, тренируюсь у главного тренера республики Дагестан. Занимаюсь я 3-4 года настольным теннисом. В общем, теннис прилил у меня мой отец. Соперник был хороший. Мне понравилось, когда он тоже играл. Под мою игру, можно сказать, все отлично пошло. Первый турнир среди студентов духовно-образовательных учреждений собрал около ста участников. К финальному этапу предшествовал отбор на местах. Победители из разных городов и районов приехали в Махачкалу. Сильнейшего определяли в одиночном разряде. Соревнования проходили на протяжении всего дня. Но выявление чемпиона оказалось не самой главной целью турнира. Мы должны поддерживать себя в физически хорошей форме, для того, чтобы мы могли полноценно поклоняться Всевышнему. Поэтому, исходя из этого принципа, мы ввели во всех религиозных образовательных организациях подобные интересные, полезные для всего общего физического составляющего виды спорта. Один из них является настольный теннис. На самом деле, подобного рода турниры, они носят в себе такой, как бы, отвлекающий характер тоже, чтобы студенты, которые погружены в учебу, они могли развеяться, отвлечься. И это одна причина. Другая причина, что на самом деле у нас в приоритете, в принципе, не только образование, но и здоровье студентов, их заинтересованность именно в спорте, не только в настольном теннисе. Вот мы сейчас находимся в большом прекрасном спортзале, в котором проходят тренировки по разным видам спорта и проходят турниры тоже. Турнир поддержали в Федерации настольного тенниса и в городской спортшколе имени Гусаева. Приехали также представители Минспорта. За ходом игр следили титулованные дагестанские борцы, боксеры и грэплеры. Некоторые из гостей сами взяли ракетки в руки. Ни одно мероприятие настольного тенниса, которое проводит Муфтият, мы не пропускаем. Мы активно помогаем, содействуем, что нужно. Столы, инвентарь, судейство, все мы всегда готовы предоставлять, потому что спорт это жизнь и мы находимся на одном уровне с ними. Тем более приятно, когда муталимы, такие ребята, богословы, они учатся, они будут, наверное, учить, ваше Аллах, наших детей тоже. Мы как бы обязаны включиться в эту работу. В прошлом году вы, наверное, все в курсе, когда проводили первый чемпионат на призы Муфтия. Наша была затея, нас поддержали. Вот это отношение Муфтия к спорту, это очень важно, потому что, когда духовная часть показывает, что спорт и духовная часть, сочетание, в общем, это здоровый образ жизни, это очень важно. Огромное количество таких мероприятий, соревнований для студентов, исламских учебных заведений, это очень приятно и хочу поблагодарить за это. Вслед за победителем турнира Мухаммад Расулом Алиевым на пьедестале расположились Магомед Абакаров и Магомед Тагиров из Черкея. Все медалисты получили денежные призы и другие ценные подарки. Курбан Рагимов, Ислам Халиков и Хамза Нурмагомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин